добрый день прочитал одну интересную историю которая которую которая произошла или была рассказана магидом арабе элементом бидерманом из такой маги очень известный лектор проповедник назовем тут так не побоимся этого слова ров элемент бидерман и он рассказал такую интересную историю история о деньгах и не только вот у нас сейчас здесь на столе 388 шекелей и 60 огурот что это за день рассказываем историю значит это современная сотка современная 200 к современный полтинник новая двадцатка это 10 шекелей 5 2 1 пол шекеля и 10 огурот 5 огурот больше не ходит и вот у нас получается сумма 388 60 почему мы собрали все эти деньги мы же не работаем государственном банке израиля и не показываем вам какие деньги сейчас ходят по стране хотя это и новые деньги может быть и стоило бы показать но это вы можете зайти на сайт банка израиля посмотреть если зашли на сайт толдота то вы хотите наверно узнать какую-то новую познавательную идею связанную историей с актуалей так вот такая история молодой человек хатан жених который должен был в скором времени сочетаться законным браком под хупой со своей невесты прочитал следующую идею которая написана в трактате бейца и в трактате шаббат и приведена в книге мишнабрура о том что человек который тратит на почет субботы эти средства ему возвращается и всевышний говорит лву алай можете даже одалживать алай на меня то есть под мою гарантию ванипура и я заплачу подошел он к своему учителю и сказал как это понимать я действительно имею право одолжить средства и потратить их на почет субботы и всевышний мне вернет сказал ему его учитель да так оно и есть ты имеешь право взять одолжить средства и потратить их на почет субботы и они к тебе вернуться есть на эту тему много нюансов если человек тратит их только на ради своего чревоугодия ради почета субботы есть у нашего художника и раввина и очень хорошего блогера и в общем замечательного человека гаде полока очень красивой иллюстрации на эту тему что если ты тратишь это только на себя как это можно посмотреть или на сына своего отца так вот у рава гаде полока и замечательный комикс на эту тему что отец сказал потрать все что ты считаешь нужным ради моего почета и я тебе все верну приезжает один сын весь одетый с иголочки а другой сын приезжает и у него ничего нет он одет в какие-то ахмоте у него и угорь папа говорит первый сын заплати мне за все хорошо тебе все зла чего почему ты не одел своего брата если ты ради моего почета тратил эти деньги почему брат твой приехал ко мне весь в лохмоть их это показатель того насколько мы заботимся о себе или о почете с шаббата всевышнего то есть если наши соседи и у них ничего нет на шаббат а мы для себя таскать покупаем 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 то это как бы показатель того что интересует нас нашей чуть-либо годен наш почета не реальный почет субботы тут он сейчас здравый реальный почет субботы мы бы заплатили и за своего бедного соседа тоже но это здесь к только отступление от нашей истории поэтому мы говорим что если человек одалживает он должен понимать что это не только ради его чаю воугодии ради его желания красиво одеться. Но в этой истории такого аспекта не было. Это был молодой человек, который учился в Ешиве, и у него не было средств. Приходит к нему его друг и говорит, знаешь, я собираюсь ехать на шаббат в Мирон, там, где могила Рабишимана, и я хочу провести там такой особый шаббат, духовного подъема, и вот поедешь со мной. Он говорит, ты знаешь, я с удовольствием поеду, но у меня нет ни копейки денег для того, чтобы провести субботу. Ну, нужны деньги на билет на автобус, нужны деньги на какую-то еду, может быть, нужны деньги на, я знаю, окунуться в микву. В общем, все вещи, связанные с этим шаббатом. Он говорит, ты можешь мне одолжить? Вот ты, мой друг, ты меня приглашаешь, можешь мне одолжить? Он говорит, да, одолжить могу. Он говорит, хорошо, я же так недавно выучил эту идею, о том, что все, что я одолжу, Всевышний мне вернет. Топ, топ, хорошо, едут они на шаббат, и все расходы этого молодого человека, оплаченные его другом, они были ровно 388 шекелей и 60 огурот. Вот такие расходы у него были. Автобус, автобус междугородний, автобус внутри города, так или иначе, все, вместе получилось 388 шестьдесят. Шестьдесят. Приезжает этот молодой человек домой, в свою ишиву, и получает подарок от своего тестя, кошелек. А в кошельке лежит сумма триста восемьдесят восемь и шестьдесят огурот. Откуда? Неужели мой тесть, он пророк, неужели он знал, что я потратил на этот шаббат именно эту сумму? Ничего подобного. Просто-напросто. Тесть решил сделать зятю будущему подарок, новый кошелек. И в него он положил все деньги, номиналы, которые ходят по Израилю. Сто шекелей, двести, пятьдесят, двадцать, десять шекелей, пять, один, два, пятьдесят огурот и десять огурот. И получилась у него сумма, чтобы у тебя, дорогой мой, будущий зять, водились все виды денег, которые ходят по Израилю. Я тебе этого желаю. Поэтому кладу по одной монетке, по одному номиналу, по одной купюре, которые ходят по Израилю. Триста восемьдесят восемьдесят шестьдесят. А до этого зять потратил это на шаббат. Вот такая вот история. До какой степени Всевышний все рассчитывает. Самое главное, изучайте законы шаббата, знайте, что то, что в них написано, может быть буквальным, если мы в это действительно будем верить. Ну и вот такая история. Ну а с кем произошла точно эта история, можно проверить у Рава или Мелаха Бидермана. Ему ее рассказали, а я надеюсь на то, что он человек верный, честный, и мы ему доверяем. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok